Всем привет! В этом видео 13 красивейших желтых солнечных роз. 13 сортов на любой вкус. Первая роза Инка. Она родом из Германии, Тантау 2015 года. Сорт не старый, достаточно молодой. Розочка очень обильно цветущая, действительно очень много цветов. Вкус полностью покрыт. Ярко-желтый цветок диаметра сантиметров 7-8, не крупный. Цветочки ностальгической формы, средней стойкости, на жаре облетают за 3-4 дня. Очень большой плюс этой розы, она самоочищающаяся. Роза долго распускает и сохраняет цветок. Практически не выгорает. Цветет в соцветиях обычно по 3,8 розочек на одном побеге. Эта роза обеспечивает золотистое сияние в саду в течение многих недель, пока она цветет. Помимо всего, она еще и морозостойчивая. Еще одна роза Чайно-гибридная Керриона считается одной из самых чистых желтых роз. Если вы хотите наполнить свой сад теплыми и яркими красками, то присмотритесь именно к этой розе. Роза 2002 года Нидерланды. Цветок крупный, в полном распуске сантиметров 12, желто-оранжевый. Вообще, эта роза Чайно-гибридная, но посмотрите по количеству соцветий. Я бы не сказала, что это в Чайно-гибридной. В данной розе присутствуют и характеристики флорибунды, может быть, шраба. Куст высотой 1,20-1,30, спокойно. Даже в первый год розочка у меня была такая высокая. Цветет очень обильно. Первая-вторая волна между волнами. Перерыв около 3-4 недель. Здоровая, крепкая, глянцевая листва. Эта голландская красавица вызывает восторг у большинства моих друзей, знакомых и соседей. Ее видно издалека. Поверьте, очень красиво и очень обильно цветет. Розочка Sun City, мини флорибунда или, как называют еще, спрей-роза. Такая небольшая, маленькая, желтенькая конрейка. Цветочек в полном распуске сантиметров 7-8. Цветочки равномерно прокрашены в чисто желтый цвет. Иногда бывает появляется, по мере выгорания, оранжевая каемочка по краю лепестков. Иногда это бывает незаметно. Сорт Sun City очень красивый, яркий и высокий. Высоту сантиметров 50, не выше у меня растет. В ширину сантиметров 40. Цветочек стойкий, неделю держит точно. Розочка не показывает серединку, густо махровая. Цветочки плотные, веточки обычно до 6-7 бутончиков. Распускаются практически все за раз. И потом стоят длительное время, постепенно выгорая. Еще один чайно-гибридный сорт. Это роза Kronos. Высоту сантиметров 90, в ширину сантиметров 50-60. Цветочек полной распуски 10-11 сантиметров. Цвет немножечко лимонно-желтый. Отличная зима, третья климатическая зона. Очень густо махровый цветок. Роза никогда не показывает серединку. Лепесток плотный. На жаре практически никак не выгорает, не портится. Долго держит цветок, медленно распускает. Больше недели цветочек стоит на жаре, на солнце. Розы очень яркий, приятный аромат. Розочка Golden Celebration 1992 год. Это Дэвид Остин, кустовые розы. Это розы очень гигантские, крупные цветы. В полном распуске сантиметров 13-14. Ярко-желтого цвета. Действительно такой яркий. Немножечко с медным оттенком. Если поближе присмотреться к лепесткам, то можно заметить, что такой эффект создается за счет большого количества мелких-мелких-небольших розовых точек на глубоком желтом фоне. Запах у этой розы сильный. Отличается от многих других роз. Это вообще превосходный сорт во всех отношениях. Роза растет очень быстро. Вырастает быстро. Цветет очень обильно. Две волны. Между волнами есть. Перерыв около трех недель. Чудесная роза. Единственное, что, наверное, я пожалуюсь, у нее очень слабые побеги. Она нуждается в опоре. Еще одна спрейка Yellow Dolly. Она у меня первогодка, небольшой кустик. Пока впечатление только положительное. Цветочек в полном распуске сантиметров 7-8. Долго распускается. Если сравнить с такой же спрейкой, как Sun City, то эта розочка более долго держит цветок и более плотный красивый бутон. Еще одна лимонно-желтая роза. Это The Pilegrim David Ossin 1991 год. Красота очередного творения Дэвида Ossin обусловлена наличием густомахровых, розетковидных, плоских, неброских, но тем не менее эффектных цветков, сложенных из большого числа нежных, шелковистых, закручивающихся мелких лепестков. Примерно каждой цветочке насчитывается 150-170 штучек. Центральная часть розочки имеет немножечко желтоватый оттенок, постепенно который меняется на сливочный. Внешние лепестки окрашены в кремово-белый цвет. Такое сочетание придает цветкам удивительно мягкое свечение, идущее как бы изнутри. Цветы крупные, в полном распуске сантиметров 12-13 появляются обычно в соцветиях, по одному, бывает по 2-3. Таким образом, вступая в цветение, британка на протяжении всего летнего осеннего периода усыпана цветами, которые, между прочим, не только радуют взор, но и чудесно благоухают. Ее одна желтая розочка, немножко лимонного оттенка, это Нельсон Монфор, 2009 года, Франция Шрап. Форма цветка чашевидная, цветок в полном распуске сантиметров 10, очень медленно распускается и долго держится на кусте. Для этой розы характерна старинная форма цветка, очень сильный приятный аромат и продолжительное пышное цветение. Серединка цветка часто двойная, желтых оттенков, в центре более яркая, чем лепестки по краям, по краям они более светлые, лимонного цвета. Еще ярко-красивая роза Тулу Слу Трек относится к группе шрабов. Цветочек в полном распуске сантиметров 12-13, очень крупный. Парковая роза Тулу Слу Трек постоянно участница выставок и конкурсов. Это неудивительно, потому что старинная форма цветка, а также очень красивое, пышное и длительное цветение, привлекают внимание любителей роз. Эта уникальная роза относится к чайно-гибридным, но имеет признаки шрама. Помимо красивого цветения, роза еще имеет приятный аромат, интенсивный, с нотками лимона и вербены. Это очень эффектная роза, ее преимущество заключается в ярком и ароматном цветении. Еще ярко-красивая роза чайно-гибридная Лондора. Цветочек очень крупный в полном распуске сантиметров 13, имеет приятный яркий аромат. У меня эта роза плохо зимует, поэтому небольшой куст, хотя кусту уже более 12 лет. Роза Грэхом Томас, 1983 года, Дэвид Осин, Великобритания. Цветок крупный в полном распуске сантиметров 11-12. Особенность розы Грэхом Томас, окраска бутонов. Она может отличаться, она варьируется от персидкого оттенка до красного, а основной цвет насыщенный желтый. Цветы очень яркие, но не пестрые. На лепестках есть небольшая светлая каемка. Данный сорт относится к Густо Махром. Роза в полном распуске не показывает серединку. Обычно свечет кистями по 3-5 штучек. У этой розы очень легкий чайный аромат. У этого сорта листва темно-зеленая, глянцевая. Кусты выглядят достойно и без бутонов. Эта роза очень универсальна. Ее сможет выращивать даже любой новичок. На солнышке цветок практически не выгорает. Чайная гибридная роза Элиоз. Невысокий компактный куст высотой 90 метр. Бутоны высокие. Бокальчик сантиметров 5-6 в высоту. Размер распустившейся цветка в полном распуске в диаметре сантиметров 12. Бутоны среднемахровой иногда могут показывать серединку. Цвет розочки нежно-лимонный, желтый. По краям лепестков светло-желтый, практически белый. Элиоз в переводе с греческого обозначает солнце. И последняя розочка в этом видео, Лихт Кенниген Люция. Роза не сгибаемая, удивительно яркий, желтый шрап, окраска которой может меняться по мере распуска и постепенно выгорания на солнце. Она очень идеальна для парков и украшения любого ландшафта. Высота куста где-то метр пятьдесят в высоту. Цветы ярко-желтые, махровые. До 8-10 сантиметров в полном распуске в диаметре. В каждом из них можно насчитать больше 20 лепестков. Роза показывает серединку, со временем она становится более темная. Цвести она начинает одна из самых первых и уходит с цветами практически под снег. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!